Суббота «Еще раз припаркуешься возле входа, пеняй на себя!» «Откуда вы такие взялись, праведники хреновы?» — громко пробурчал Вячеслав, снимая записку с ветрового стекла своей Тойоты. «Из тех ворот откуда и весь народ!» — отвечала хрупкая бабулька. «А где лыжи тогда, раз из тех ворот?» «Хамло ты, Славик, а ведь был когда-то хорошим мальчиком!» «Не мы такие, жизнь такая!» Вячеслав — дородный мужик, на вид лет пятидесяти, по факту ему тридцать пять. Своя пекарня, два бутика, жена-переводчик в американской фирме, сын-бездарь. В общем, весь комплект упакованности. «Славик, ну тебе же не стыдно, ведь весь проход в подъезд закрывает твой драндулет!» «Тетя Лена, а куда ж мне ее ставить?» «Так гараж заведи, денег у тебя куры не клюют!» «Ну вот деньги мои считать не надо, свои приумножайте. А гараж на кой он мне? Возле подъезда ставлю и буду ставить. Я такой же жилец, как и вы!» «Нехорошо получается, Славик. Вот скорая вчера не могла проехать из-за тебя, а дядя Володя из двадцать пятой квартиры задыхался, у него астма, приступ был. «Так пусть не курит, и лещится, и астмы не будет!» «Жестокий ты, Славик!» «Не мы такие, жизнь такая!» Повторил опять Славик. «Ну и гад же ты!» «Сама ты гадюка старая, и не вешай всякую ерунду на мою машину. Еще раз, найду чего подобное. Заказывай сразу старая корга два метра на кладбище!» «Ах ты, негодник!» «Ты еще и угрожаешь?» «Да чтоб ты импотентом стал, и машина твоя прогнила, как и душонка твоя тухлая!» Резко, чуть ли не криком, рявкнула бабулька, отдаляясь от Славика. «Иди, иди, трухлявая швабра, только и можешь, что гаркать по поводу и без!» «Бесстыдник, да чтоб тебе!» Не успела старушка договорить, как у Славика зазвонил мобильник. «Да, я...» «Что там опять?» «Ну я же говорил!» «Все, я уже еду!» Славик быстро сел в свой автомобиль, завел и, не прогревая, как он обычно это делает, рванул с места. Бабулька плюнула прохинзею вслед и, бурча что-то под нос, пошла в сторону подъезда. Ветер и городской шум пронизывали унылым монозвуком все вокруг. Серость девятиэтажки, скрипучие качели на детской площадке не предвещали этому дню ничего необычного. Суббота, одним словом. Рыжий кот Васька смотрел во двор на все это с каким-то своим кошачьим презрением. Потрепанные осенью птички переключили внимание пушистого рыжика. Они искали пропитание в давно уже заброшенной кормушке, что висело на столбике детской площадки. Нырк-нырк птичью столовую, а там ничего. Как бы ему сейчас хотелось сорваться с места и поймать хоть одну птичку, инстинкт, ничего не поделаешь. Хочешь есть – двигайся. – Васька! Кис-кис! – донеслось из кухни. – Иди кушать! Васька! – Ну, где ты там? – Совсем уже зажрался. Васька нехотя спрыгнул с подоконника, пошел в сторону кухни медленной, но уверенной походкой. На кухне сидели две женщины, играла какая-то попса. Одна – хозяйка квартиры, 35-летняя Юлия, недавно развелась с мужем. Вторая, ее подруга Кристина, моложе на года 3-4, тоже без пар. Обе они работали на кондитерской фабрике. Сегодня суббота, выходной. Решили девчули провести культурно досуг. По рюмочке другой дома у Юльки, а потом где-нибудь пошариться. По городу, например, по маркетам и бутикам. Ты посмотри на него, совсем охамел. – Тебе что, особое приглашение нужно? – с осуждением буркнула Юлька. – Ну, это же мужик. Они все одинаковы, даже коты, – поддержала подругу Кристина. – Вот им только поесть, посексоваться и спать лечь. – Это точно. Весь день на диване, впялиться в теле колеком, встают только, чтобы покурить да пожрать. Коту было фиолетово, что там о нем думают. Васька слушает да ест, а поесть было что сегодня. Это даже не ежедневный дешевский киттикет, это рыбка жареная. А еще два кусочка колбаски и целое блюдце концентрированного молока. У Васьки сегодня праздник живота. – Юльк, ну что, куда двинем-то? – заедая очередной тост, – спросила Кристина. – Крис, давай еще по паре стопок и в кино. – А давай, в клубе железнодорожников сегодня какой-то советский фильм. – Блин, а ты время видела сколько? – Сколько? – Да еще десяти нет, а мы с тобой полбутылки уже приговорили. – Ну это же мы с тобой, – подбодрила подругу Кристина. – Я сейчас в инете гляну, что и как, – доставая смартфон, сказала Кристина. – Ну давай, за нас, за баб, за бешеный успех. Давай. Звон хрустальных стопок прозвучал особенно красиво. Советская посуда для принятия алкоголя придавала особый колорит питья. – Слушай, какая прелесть, пить прямо приятно с них, – заметила Кристина. – Это наследство мое, от мамки с папкой. Они у меня были любители поесть и попить с хорошей посуды. Всю жизнь работали, работали, да так и не… – не договорила Юлька. – Царствие им небесное. – Царствие небесное, – поддержала Кристина. – Ну давай, не будем о грустном, все мы смертные, у каждого свой час. – Ну-ка глянь, чего там посмотреть можно и где? – Юльк, а может, пойдем лучше в кафушку? Сегодня суббота, глядишь, пацанчиков каких-нибудь зацепим. – Кристина, ну у тебя вечно мысли, как у той прошлой из фильма. Все тебе мужика надо. – Да ладно, мать, ты чего? – Как будто тебе не надо. Витаминов-то организм требует, – с веселинкой в голосе сказала Кристина. – Каких таких витаминов? – поинтересовалась Юлька. – Каких-каких? – Таких! ЕБЦ называются они. Громкий смех заполнил кухню, испугав кота. – Ну ты юмористка! Что б я без тебя делала, подружка ты моя? Звонок в дверь прервал дружное ржание женщин. – О, это знак свыше! Пойду открою. Надеюсь, не бывший. Не хочу портить настроение. Они пошли вместе к входной двери. – Кто там? – спросила Юлька. – Это с компании «Арифлейм». Меня Дмитрий зовут, и я предлагаю элитную косметику. Если вас интересует… Дверь открылась. На пороге стоял молодой человек, лет 35-40, спортивной шапочке и серой куртке с сумкой на плече. – Здравствуйте! – со скромной вежливостью продолжил Дмитрий. – Я из компании «Арифлейм». «Арифлейм». – Слышали уже? Чего надо? – Я могу предложить вам… – Выпить хочешь? – прервала его Кристина, неожиданно появившись из-за спины Юли. – А я как бы это… – Говори как есть! – одернула его Юлька. – Хочу! – Наш человек! – Не тянешь кота за… Ну, в общем, заходи. Будь как дома, но не забывай, что в гостях. Дмитрий снял куртку, шапочку и проследовал на кухню. – В ногах правды нет. Присаживайся. – Хотя и в пятой точке ее тоже не бывает. – сказала Юлька. Через полчаса смех с тройственной силой стоял на Юлькиной кухне. – Вот скажи, Димон, что для тебя есть любовь? – докапалась до гостя Кристина. – Любовь? Ну, это… Да кто его знает, что это? Вот был я женат. Любил? Любил. Прожили 11 лет. Домой все живым и мертвым пер. Не гулял, не пил. Деньги все отдавал. Детишек только Бог не дал. Бесплодные. А так все было. И что в итоге? Ушла она к другому. Сейчас живет счастливо. Родила. – Да ладно, Дим. Ты не переживай. Может, счастье и в детях у многих, но это не главное. Дети вырастут, и тогда ты понимаешь, кто рядом с тобой все эти годы. – успокаивала его Кристина. – Да я и не переживаю. Просто иной раз хочется тепла и ласки. – Слушай, Дим, а у тебя друг есть? Как-то не по-людски получается. Ты один, а нас двое. – Конечно, есть. Я сейчас позвоню. Дима набрал номер. – Давай, давай, Димон. Друг-то адекватный, не маньяк, не импотент. – съехидничала Юлька. – Да нет, все нормуль. Музыкант на гитаре в ресторане играет. На том конце провода ответили. – Юрка, чего делаешь? Ты дома? – Дело есть. – Тут две молодые симпатичные. – Эээ, и что теперь? – Выйти не можешь? – А если мы к тебе? – Окей. – Все, жди через полчаса. Девчонки, собирайтесь. Нас ждут великие дела. – Подробности все по дороге. Возражать никто не стал. – Сейчас столько со стола уберем, и мы готовы. – За двоих ответила Кристина. Через пятнадцать минут троица вышла из подъезда и направилась в сторону остановки ловить такси. Кот Васька сидел у окошка, провожая взглядом подвыпившую хозяйку, ее подружку и их нового друга. Веселый смех троицы раскатами эхо пронизывал серость многоэтажек двора. Как только они исчезли за углом, Васька спрыгнул с подоконника и пошел на кухню. Чувство сытости прошло, хотелось чего-то съесть и непременно вкусного. В миске оставалась рыбка, колбаска и огромная шпикачка. Пока Васька в тишине наслаждался трапезой, во двор со скрипом и лязганьем заезжал дорожный эвакуатор. В кузове корячился разбитый авто Славика. Помятый капот, перекошенные двери, разбитые окна. Искореженный внедорожник напоминал жертву цунами. От былой экстравагантности Тойоты напоминали лишь литые диски колес. Как ни странно, но только они не пострадали. Авария была жуткой, Славик на полном ходу вписался в КамАЗ. Чудом никто не пострадал. У КамАЗа только маленькая царапина, а вот Славиковой ласточке не повезло. Эвакуатор остановился, из кабины вылез водитель, затем Славик. «Ну что, куда выгружать-то?» – крикнул водитель. «Вот сюда!» – показал жестом Славик на парковку. «Ты же говорил к подъезду!» «Нет, я передумал. Выгружай на парковку!» «Хозяин, барин!» Со скрежетом и звуком разбитых стекол внедорожник оторвался от кузова. Несколько минут, и вот он уже стоял на месте, где и должен быть. «Теперь здесь придется тебе постоять немного», – сказал Славик. «Вот, держи, как договаривались», – обратился он к эвакуаторщику. «Слушай, накинь еще пару сотен. Тут работа сложная была, не развернуться, и по времени немного дольше заняло». Славик хотел было возразить, но не стал. Достал молча деньги, протянул их в отделе. «Дай Бог тебе здоровья и скорейшей починки твоей лошадки», – с благодарностью сказал эвакуаторщик. Славик ничего не ответил, лишь махнул рукой. Навстречу ему из подъезда выскочила супруга. «Ну ты идиот! Ну ты дебил! Вот угораздила же тебя!» Славик молча, словно глотая горькую пилюлю, сгорбившись, шел к подъезду. Баба Лена, глядя в свое окошко на втором этаже, не злорадствовала. Она молилась, причитая «Прости, Господи, прости». Кот Васька сидел на подоконнике. Намывая себе языком лапки, мурлыкал свою кошачью песню. Уж у кого, так это у него спокойная и беззаботная жизнь. Жаль, что во двор нет возможности сбегать. Редкие птички, в надежде найти что-нибудь съестное, летали возле опустевшей кормушки. Умывшись, Васька стал наблюдать за ними. Его глаза блестели, ему хотелось туда. Просто погонять пернатых, а, возможно, и съесть одну-двух птичек. Если ты сыт, это не значит, что ты не можешь заглянуть в меню. Скоро придет хозяйка. Может, даже и не одна. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok